Книга «Открытым оком», 8-й том. Тема «Монашество». Вопрос 2062. Неужели ничего нет про монашество в Библии? Ответ Игнатий Тихонович Лапкина. Ни слова и ни буквы. И вот что навешали на это слово его приверженцы. Притчи, 30-я глава, 6-й стих. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Феодора Цареградская, 30 декабря. Кавычки открываются. По смерти мужа она по заповеди Господней взяла крест свой и приняла монашеский чин, чтобы следовать за Христом. Кавычки закрыты. Иов, 6-е мая. Кавычки открываются. Кавычки закрыты. Симон, Печерский, Суздальский, 10-е мая. Кавычки открываются. Потому-то он и просветил нас светом солнечным, лунным и звездным, так как описал нам чудеса преподобного Антония, этого святозарного солнца, и чудесное окование раки преподобного Феодосия, луны полной. Ко всему этому блаженный Симон присовокупил сказания о святой небесам подобной церкви Печерской. Троеточие. Пробыв двенадцать лет на архипастерском престоле, блаженный Симон отошел к пастылям, восседающим на двенадцати престолах и к самому пастыре-начальнику Господу Иисусу, дабы воспринять от него неувидаемый венец славы. Кавычки закрыты. Пахомий, Великий, пятнадцатое мая. Кавычки открываются. Когда уже нагрузили лодку тростником, Пахомий увидел нечто очень страшное. Ему представилось, что некоторые из иноков находятся в пасте львов, иные в пасте крокодилов, другие среди огня, а некоторые под горою, на которую напирают волны. Они стараются взойти на гору, но все их усилия оказываются тщетными. Они все восклицали. «Господи, помоги нам!» Пахомий молился с одиннадцатого часа, по-нашему, с пятого часа вечера до полуночи. Вдруг яркий свет осиял его комнату. Он слышит голос. «Поколение, которое будет следовать за тобою, будет проводить такую жизнь, которая будет угодно Богу, как в эти дни». Потом ему было открыто, как широко распространятся монастыри. Но вот в восхищении он видит какой-то очень глубокий, крутой и мрачный ров. В этом рву ходили в бесчисленном количестве иноки, не различая один другого и наталкиваясь друг на друга. Некоторые делали страшные усилия, чтобы выйти из этого рва. Одни из них успевали достигнуть до половины глубины, но потом стремглав падали. Многие жалостно взывали о сострадании. Некоторым удавалось, наконец, достигнуть до самой верхней точки этой бездны, до самого отверстия, откуда свет освещал для Пахомия этот страшный мрак. Великую хвалу воздавали они тогда Богу. Придя в себя, Пахомий понял, что в этом видении ему открыто будущее состояние душ иноков, которые худо ведут себя, по своей или небрежности, или по вине худых руководителей. Пахомий с великую скорбью взывал к Богу, прося его милости к монастырям и монахам. Он почти отчаивался за них. В ответ на свои вопли к Богу он услышал голос. Пахомий, не забывай, что ты человек. Все зависит от моего милосердия. Троеточие. Но настанет время, когда вера ослабеет и пороки усилятся. Нерадение и пристрастие к чувственным благам будут отличать иноков того времени. Духовный мрак усилится. Они будут бороться друг с другом за обладание мирскими благами. Истинных подвижников будет очень мало. Они не будут иметь руководителей. Сами себя они должны будут возбуждать к деланию добра, к удалению от зла. Конечно, их подвиги будут иметь мало цены по сравнению с подвигами первых монахов. Однако, они получат награду наравне с первыми. Потому что им придется немало страдать от тяжелых для иноков условий современной им жизни. Пахомий был очень рад, когда ему было открыто все это. Троеточие. Пахомий настойчиво предупреждает иноков, что именно они, отрекшиеся от мира, будут более всех жалки, если будут поступать вопреки своему долгу. Если будут вместо Бога, служить дьяволу и греху. Кавычки закрыты. Поисий Великий, 19 июня. Кавычки открываются. Начало монашества в Нитрийской пустыне положено было святым Аммоном, современникам святого Антония. В самой Нитрии. В Нитрии святой Аммон основал монастырь, а Антоний положил начало устройству скитов. В конце IV века тут было до 50 монастырей, устроенных по уставу святого Пахомия. К югу от Нитрии была скидская пустыня, где обитало много иноков. Кавычки закрыты. Горы, камень, лава, нет травы. Пламенное и большое небо и потоки жаркой синевы. Камень, только камень вместо хлеба. А тогда другое было небо. И народ, куда ни глянь народ. Пять хлебов, осталось только хлеба. Вижу, он сидит и раздает. Виктор Михайлович Василенко. 1980 год. Виктор Михайлович Василенко. Виктор Михайлович Василенко. Продолжение следует...